Здравствуйте! Сегодня начнем с чтения вопросов и ответов на них. Я прошу и сегодня, и в дальнейшем новые вопросы задавать не под видео прямой трансляции, а сразу после того, как будет залито на YouTube с открытыми возможностями комментирования. Ну и, естественно, тоже на канале сфера после того, как будет залито обработанное видео, а не под прямой трансляцией. Также я прошу вопросы задавать по возможности кратко, чтобы не читать философские трактаты. Ну вот вопрос. Как донести информацию до человека, который в силу своей ментальности, не восприимчив к мнению, идущему откуда-то извне его кругозора понимания? Есть ли возможность объяснить человеку, например, который свято верит в то, что он мусульманин, что называть себя мусульманином и быть мусульманином – это не одно и то же. Ну, что касается последнего вопроса, это относится не только к мусульманам, но и ко всем прочим, кто считает себя верующим и в понимании кого. Суть религии – это ритуальная дисциплина, а не сокровенный разговор с Богом по совести и жизни в соответствии с тем, что говорит совесть и к чему обязывает стыд. Как донести информацию до человека? Прежде всего, надо сонастроиться на то настроение, в котором пребывает человек, кому вы хотите донести информацию. Если вы не можете сами сонастроиться на то настроение, то надо дождаться такого времени, когда человек будет в настроении, которое позволяет ему чувствовать вам, вам чувствовать его. И диалог не будет просто обменом лексическими формами, а обмен лексическими формами будет сопутствовать некий процесс биополевого взаимодействия, то есть разговор примется душевный характер. Причем, если говорить о том, что такое донести информацию, то не надо понимать эти слова таким образом, что вы внесете в психику другого человека свое миропонимание. Ну, во-первых, это даже если и этически, и технически возможно, есть соответствующие психотехники, которые позволяют разрушить чужую личность и заменить ее неким набором искусственно построенных личностей. То такие вещи, они этически запрещены, они неуместны, это не по-божески. Вы можете довести до человека информацию только в режиме информации к размышлению. Но прийти к тем или иным выводам он должен сам. Сможете ли вы сохранить после этого с ним отношения, это вопрос тоже открытый, потому что если человек застрял в своих предубеждениях и все остальное, что не совпадает с ним и считается тонизмом, то на некоторое время ваши отношения с ним будут испорчены. Говоря в тему, что Бог говорит с человеком языком жизненных обстоятельств, являются ли все жизненные обстоятельства языком Бога? Да, являются. Только вся совокупность жизненных обстоятельств – это его обращение ко всему человечеству. А вот то, что адресовано персонально вам, это вы должны понять сами. А все остальное – конкретика. И как выявить, какие возникшие в жизни людей обстоятельства являются языком Бога, и что им нужно потворствовать, а не противостоять? Как по пути в магазин через дорогу трактовать то, что у меня заболела нога, как то, что этот язык Бога таким образом тебе говорит, что не надо идти через дорогу, иначе тебя может сбить машина, или еще что-то, или что это некое злое провидение не позволяет тебе идти, заставляет принимать решение, никуда не идти, чтобы все остались голодными, и тебе нужно это преодолевать волевым усилием. Все, что касается конкретики, то у каждого конкретика своя. Та же самая нога может болеть в силу каких-то других причин, а не процесса похода в магазин за тем, чтобы купить чего-нибудь вкусненькое или просто необходимое по жизни поесть. Может ли вседержительность, то есть Бог, спровоцировать смерть человека, даже плохого, и как понять, если человек умер, то он умер вследствие реализации процесса социальной гигиены, или, как говорится, пал как герой за Родину. Является ли смерть, или тяжелое состояние здоровья наказанием за какие-то несправедливые действия в прошлом, или тяжелая хворь, или ранняя смерть случается только потому, что этот человек добровольно при рождении взял на себя следствие каких-то нехороших поступков своих предков или потомков, чтобы никто другой больше не заболел, и это не говорит о том, что сам этот человек нехороший. Ну, во-первых, то, что предлагается понимать, как карму, то есть воздаяние за дела, завершенные в прошлом, это довольно узкий подход, потому что жизнь – это все-таки школа для души. Бог не мстителен, Бог вразумляющий. И поэтому не все является воздаянием за какие-то прошлые прегрешения ваши или предка. Ну, действительно так, что душа приходит в мир на духовное наследие, созданное предками, и в этом духовном наследии может быть много всякого нехорошего. Но все человечество едино в предемственности поколений, поэтому, с одной стороны, вот такая взаимосвязь духовного наследия, формируемого предками, и бремени всяких проблем, которые несет человек, с одной стороны, это намек всем, что не надо обременять потомков проблемами, которые вы легко можете избежать и освободить их от этих проблем. А с другой стороны, в каждом конкретном случае это является некоторым стимулом для личностного развития души, пришедшей на то или иное духовное наследие в этот мир. Потому что, посмотрите, вот и глянитесь вокруг, есть множество людей, которые не обременены какими-либо телесными или психическими заболеваниями. Но, по большому счету, они способны к выполнению одной единственной миссии. Тупое воспроизводство биомассы вида Homo sapiens. Они даже не задумываются о том, что детей надо воспитывать. И воспитание это не просто кормление малышей пищей, не просто назидание подросших малышей, которые что-то получают, уже могут сами понимать. А воспитание это процесс, который имеет определенные цели. В зависимости от того, какие идеалы несут родители и другие воспитатели, воспитатели не направлены на достижение именно этих целей, даже если родители этого не понимают. То есть, процесс воспитания это тоже процесс управления. Не просто процесс управления как программирования психики и телесного развития ребенка. Это процесс управления самоуправлением. потому что если смотреть на то, как взрослеют люди, то примерно до пяти лет за все, что происходит с ребенком, отвечают родители более старшие предки. Примерно с пяти лет ребенок должен принимать часть ответственности на себя и по мере того, как он взрослеет, эта доля ответственности должна становиться все больше и больше. В конечном итоге он должен нести ответственности за себя и за всю планету в целом, в той части, которую он может по своей судьбе доли избрать для себя и осуществить. Вот в этом контексте болезни, прочие неприятности, они в ряде случаев являются просто внешним стимулом для того, чтобы подвигнуть человека к какому-то иному пути личностного развития, а не к тому накатанному статистической основной массой потоку, который, в общем-то, не ведет ни к чему, а воспроизводит культуру бандерлоков. То же касается и преждевременных с точки зрения биологии смерти. В ряде случаев, если человек выполнит свою жизненную миссию, то ему здесь на земле просто делать нечего. А в других случаях человек настолько уклонился в попущении от его судьбы, что его жизнь пресекается досрочно по отношению к биологическому ресурсу организма, чтобы он не отягощал новыми проблемами других людей, которые не вписываются не только в промысел Всевышнего, но и не вписываются и в его попущение. О том, что это действительно так, говорят некоторые новозаветные тексты. Вспомните, в Новом Завете есть такой эпизод, когда Христос исцеляет слепого и на вопрос «Кто согрешил он и его родители?» отвечает «Не он, ни его родители не согрешили, а это для того, чтобы на нем явилась слава Божьей». Другой эпизод, но уже из апокрифического Евангелия. Христос и ученики шли вдоль дороги. У дороги сидел нищий без ноги. Ученики спросили «А почему он так?» На что последовал ответ «Если бы у него были ноги, то он бы прошел с землю из края в край огненным мечом». Ну, а так человек имеет возможность посидеть и подумать о смысле жизни альтернативной организации мировой войны. кроме всего прочего надо понимать, что если жизнь это школа для души, то суровое контрольное по математике в пятом классе это вовсе не потому, что в первом классе вы бегая на переменке попали головой в живот директору. Нет, просто на каждом этапе развития каждой душе предлагаются свои задачи и многие из задач мы, исходя из эгоизма собственного, исходя из понимания смысла жизни как стремления к получению удовольствия, воспринимаем эти проблемы не как некие жизненные задания, которые мы должны выполнить, а как подавление нашей свободы и страсти к получать удовольствию. Следующий вопрос. Вопрос о факторе, который вызывает потребность в управлении и ответ на него должен даваться в каждом конкретном случае, когда вы намереваетесь предпринять. Вот тут пожалуйста подробнее, кто на ком стоял. Намерение предпринять это уже акт процесса управления или еще нет. Он его стырил. Значит намерение может быть и актом процесса управления, если за ним следуют определенные действия по реализации этих намерений. Но намерение может и не быть актом процесса управления по разным причинам. Например, было выработано некоторое намерение, но оно не реализовано, потому что не открылось окно возможностей или это намерение впоследствии было признано ошибочным. Ну а кроме того, возможные ситуации, когда намерение правильное, оно может быть реализовано, но лень, нерешительность или какие-то другие пороки личности привели к тому, что оно не было реализовано, пока было открыто окно возможностей. Отсюда проистекает поговорка «Благими намерениями ад вымощен». Ну и другая ее разновидность «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Обе поговорки в общем-то правильные, но вторая более содержательная, потому что в ряде случаев нереализованные благие намерения открывают возможности к тому, чтобы реализовывались очень злобные намерения или социальная стихия, такая, какая она есть, порождала бы определенное зло. К занятию номер один оставил коммент. Скажите, где доту, где применяется практически? А вы его вытерли, удалили. Один из внутренних предикторов боится такого простого вопроса. Мы начнем с того, что слово «коммент» следует писать через два «м». Если вы ждете массового и открытого применения достаточно общей теории управления в повседневной жизненной практике, то это невозможно до той поры, пока достаточно общая теория управления не войдет в стандарт образования. Стандарт всеобщего образования школьного и в более может быть детальном и обстоятельном варианте изучения и соотнесения с практикой вузовском образовании применительно к тем профессиям, которые получают студенты и применительно к взаимодействию профессии друг с другом в общественном объединении труда. Где применяется? В общем, поинтересуйтесь сами, где применяется. практически вот эта вот книга это применение достаточно общей теории управления к вопросу о том, как управлять биосферно-социально-экономической системой. Без достаточно общей теории управления эта книга была бы невозможна. Но многие из тех, кто задают вопросы о том, как и где применяется, они занимают позицию болельщика-оценщика, который сам не хочет ничего применять. Он способен единственно к тому, чтобы выражать свое недовольство. Но нигилизм и скептицизм это бесплодные вещи, которые не ведут ни к чему хорошему. Если нету альтернативы нигилизму и скептицизму, благодетельной инициативе, альтернативы, то они открывают возможности для реализации всяких разрушительных инициатив. Но если говорить о событиях столетней годовщины, которых мы будем отмечать через два дня, то в общем-то многие не принимали царскую власть, ту сложившуюся систему управления, которое действовало в Российской империи. Но их представления об альтернативе были примитивны. В том смысле, что представления были такие, что если обрушить царский режим, то после этого все нормальные люди проголосуют на каких-то демократических процедурах за порядочных людей, и те наведут порядок в стране, который устроит всех. И всем будет хорошо. Это касается всех политических сил, которые выступали в оппозиции царизму. И либералов, и умеренных социал-демократов, и ультрареволюционеров в лице сподвижников Троцкого и сподвижников Ленина. Причем две последних группы это не одно и то же, это просто временный тактический союз. Но если вы обратитесь к материалам шестого съезда РСДРП, который проходил в августе-сентябре семнадцатого года, то вы обнаружите, что там обсуждается все, что угодно, кроме одного. Как управлять государством, как управлять экономикой после того, как большевики возьмут власть. Именно вследствие того, что об этом не задумывались заранее, когда взяли государственную власть в свои руки, проблему пришлось решать импровизируя. И импровизации далеко не всегда были политически, экономически виртуозны и сопровождались большим ущербом как экономическим, так и человеческими жертвами. И в наши дни, когда некоторая часть публики очень почитает Лешу Навального, то надо все-таки подумать, что за Лешей и за его кураторами нет никаких знаний, которые позволяют решать проблему. И даже лозунг борьбы с коррупцией, с которым Леша предъявляет себя публике, но он не состоятелен в устах Леши, потому что один из генераторов коррупции это неадекватность социологоэкономических теорий, на основе которых люди получают образование по специальностям юриспруденция, экономика и финансы, государственное и муниципальное управление. потому что для того, чтобы решать проблему, надо очень много знать. Надо видеть, кроме того, что знать, как эти проблемы возникают в обществе, видеть генераторы проблем, уметь мыслить причинно-следственно-процессно, то есть мыслить спектрами причин, которые позывают за собой спектры следствий. И в этом спектре следствий опять же какие-то следствия становятся причинами, порождающими спектр следствий следующих порядков очередности. Вот если всего этого нету, то люди, даже благонамеренные, приходя на работу в органы государственной власти, в сферу управления бизнесом, они не в состоянии выявлять и решать проблему. Но для того, чтобы заниматься коррупционной деятельностью, распилом бюджета, крышеванием бизнеса, не требуется таких знаний, требуются другие знания. Кого можно стричь и доить, кого нельзя, кого и как передать его долю из вышестоящих, кто принадлежит к своей бригаде стригунов и дойеров, а кто принадлежит конкурирующим бригадам. Соответственно, своих надо поддерживать и защищать, а конкурирующих подставлять и топить. Вот не обладая всеми этими знаниями, Леша, если он придет к власти, он породит такую коррупцию и сопутствующие ей проблемы, которые и не снились сейчас никому и в 90-е вводы тоже. Поэтому не надо обольщаться относительно массового применения ДОТУ. Массовое применение ДОТУ возможно будет только после того, как она войдет в образовательные стандарты всеобщего и высшего профессионального образования. А сейчас каждый применяет ДОТУ по мере ее освоения и решения своих проблем. Не все при этом выходят на площадь и бьют себя пяткой в грудь и кричат о том, что вот они достигли таких-то таких-то успехов благодаря ДОТУ. Но те, кто достигает определенных успехов, в ряде случаев доводят до нас информацию о том, что то, чего они достигли, они достигли благодаря тому, что освоили достаточно общую теорию управления, а некоторые из них при этом выражают сожаление, что в течение нескольких лет книга стояла у них на полке и только после того, как жареный петушок клюнул в тенечко, они занялись ее изучением. Вопрос «Почему вы не упоминаете в КОП проработки ЛАИ? лаборатории альтернативных исследований?» Ну, во-первых, интернет не находит лаборатории альтернативных исследований. Интернет находит лабораторию альтернативной истории. Почему мы не упоминаем? Мы высказываем претензии к официальной версии истории. на протяжении многих лет. Даже уже более чем двух десятилетий. Но вопрос о том, какой была реальная история, в нашем понимании должен решаться таким образом, что в ходе общественного развития люди выходят на такой уровень личностного развития, что память ноосферы открывается им и соответственно они узнают какой была реальная история, кто и как ее фальсифицировал и в чем все это выразилось. И в нашем понимании споры о том, какая была реальная история, они не столь конструктивны и продуктивны, как ответ на вопрос о том, какого будущего вы хотите. Даже если современному человеку предъявить истинную историю, ту, какая она была, она, эта версия истинной истории станет просто одной из многих альтернатив. А познавательно-творческая культура большинства, она в настоящее время не такова, чтобы увидеть истину и увидеть ложь об историческом прошлом. Поэтому этот вопрос не настолько с нашей точки зрения актуален, чтобы на нем сосредотачиваться. Следующий вопрос. А можно я сначала посплю, а потом дослушаю? Вообще есть вариант поставить компьютер, включить воспроизведение, расслабиться на диванчике, закрыв глазки и послушать. Это тоже один из способов усвоения материала, причем в ряде случаев не самый плохой способ, потому что вся остальная сенсорика отключена от процесса мышления в этом случае и не мешает воспринимать изустную речь. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса может быть связана с тем, что сонливость обусловлена тем, что вы замкнуты не на те эгрегоры. И те эгрегоры, на которые вы замкнуты, для них достаточно общая теория управления это чуждая информация, от которой они вас пытаются защитить, вогнав в сон. Если вы не в состоянии преодолеть свою дрюму, то это показатель того, что вы не свободны и не властны над одним собой. Читая книги ВПССР, смотря передачи, не становится понятным, почему ГП так себя ведет. Поясню, если ГП знает о существовании Бога, и причем давно с самого своего основания это, почему он, зная о промысле Божьем, его добром отношении ко всем своим созданиям, идет против Бога и человечества. Краткий ответ на это простой, потому что там логика нечеловеческая, там мотивация своего поведения тоже нечеловеческая. По сути, потому что в конечном итоге глобальный предиктор это периферия сатанизма на планете. Чтобы было понятно, Коран «Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам поклонитесь Адаму». И поклонились они кроме Иблиса. Он не был из поклонившихся. Бог сказал, что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз я приказал тебе. Он сказал, я лучше его, ты создал меня из огня, а его создал из глины. Сказал Бог, не звергнись отсюда, не годится тебе превозноситься там, выходи же ты среди оказавшихся ничтожными. Он сказал, дай мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены. Он сказал, ты среди получивших отсрочку. Он сказал, за то, что ты сбил меня, я засяду против них на твоем прямом пути. Потом я приду к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева, и ты не найдешь большинства их благодарных. Бог сказал, выходи оттуда опозоренным, униженным, тех, кто последовал из них за тобой, я наполню гиену ими всеми. То есть, понимаете, вот это короническое повествование, оно объясняет, почему ГП ведет себя так, как ведет, потому что главная его задача воспрепятствовать становлению на земле цивилизации и человечности, в которой все к началу юности достигают такого личностного развития, что их воля и творческий потенциал подчинены диктатуре совести. Вот, поэтому ГП пример разрушения Атлантиды, для них это мелочь. И нынешнюю цивилизацию, хоть в каменный век ткать, и главное, чтобы не было личностного развития людей и становления цивилизацией человечности. Но, еще раз говорю, это не человеческая логика. Это даже не ошибочная человеческая логика. Это просто злонамеренная логика. Один из ответов на сайте в комментариях к видео. А почему так называемые белые иные иммигранты до сих пор вспоминают слово свою различную собственность на территории России и проклинают социализм. Вот поэтому, вот именно по этой нравственно-этической причине и так называемой ИГП делают то, что он делает. Ну, в общем, ответ правильный. Сама информация очень нужная, но как он ее рассказывает, уснуть можно, придется самой копаться. Ребята и взрослые люди, я же с самого начала говорил, что читать надо толстые книги, что лекции не заменяют вашей работы над осмыслением жизни, над личностным развитием. Они только могут кому-то в чем-то помочь и всем помочь по-разному. в чем-то лекции. И еще один вопрос связанный с музыкальным заставкой, которая предваряет лекции. понимаете, как эмблема, как символ, музыкальная заставка, это просто маркер. кому-то нравится такая, кому-то нравится другая. Почему нравится одно, почему не нравится другое, это тоже вопрос, в общем-то, сложный, глубинно психологический. Но в связи с этим я хочу вам сказать, что есть культуры, в которых вступление во взрослость возможно только в результате того, что подросший ребенок предъявляет обществу взрослых свою личную песню, в которой есть придуманные им слова и есть созданные мелодии. Плагиат не допускается. Своя личная песня, она должна выражать суть человека, его судьбоносные устремления, его характера, и все прочее. Если соотноситься с этой нормой, то мы живем в неправильной культуре. Но тем не менее вопрос о музыке он действительно важный вопрос. И если речь идет о музыкальном выражении и концепции общественной безопасности, то это не несколько аккордов, которые призывают кого-то к чему-то или подвигают на создание определенного настроения. Это довольно продолжительное произведение. Вот сейчас я предлагаю вам одну из них послушать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Утром СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая вот песня. Ну, ещё одна песня, найдёте её сами на Ютьюбе, есть величальная в исполнении Марии Пахуненко. Ну, что сказать об этом? Понимаете, если понимать слова баллады о знамени буквально, то Химера – зомби-апокалипсис образца 41-го года. Но поэзия – это не наука, которая обязывает к терминологической строгости. Поэзия – она всегда иносказательна. Если признавать, что глобализация и гибридная война в наше время фактически стали синонимами, то написанная в 68-м году песня иносказание пророчества. Стрелковый полк «Страна» разбит в холодной войне. Знамя – символ идеалов Великого Октября. Ну, и товарищам либералам, буржуинам напоминание о том, что эти идеалы неискоренимы, они бессмертны, победа будет за нами. Ну, а ключевые слова в этой песне простые. Сам себе и командир, и начальник штаба. То есть, песня очень глубокая. Но сами понимаете, что в силу продолжительности более 4-х минут, она не может быть заставкой ни к одной из видео-лекций по доту или по концепции общественной безопасности в целом. Тем не менее, есть люди, которые глухи к этому. И хотя песня многократно исполнялась во времена СССР, даже была лауреатом одного из фестивалей, тем не менее, основная масса населения и страны осталась безучастна к тому, о чём в ней поётся. Как по отношению к прошлому, так и по отношению к будущему. Но, тем не менее, это песня пророчества при иносказательном понимании того, о чём её текст. Ну, а теперь продолжим изучение достаточно общей теории управления. Прошлая лекция была посвящена вектору целей. Тем ошибкам, которые могут быть допущены при его построении. Ну, вектор целей, построение вектора целей само по себе, оно бессмысленно. Потому что, если говорить о полной функции управления, то в ней взаимно переплетены, в общем-то, три этапа. Разделение которых, разграничение которых, в общем-то, искусственный приём, который позволяет понять, ну, суть интегрального некоего этапа. Интегральный этап – это формирование концепции управления. Что такое концепция управления? Вот этот вот рисунок. Соотношение векторов, которые структурируют информацию в процессе управления друг с другом. Вектор целей управления – хочу, хочу, хочу. Вектор текущего состояния системы, который структурно повторяет вектор целей управления, имеет место, имеет место, в который входят параметры, на которые мы можем воздействовать непосредственно, и которые образуют вектор управляющего воздействия как подмножество вектора текущего состояния, и далее свободные параметры, любые значения которых признаются допустимыми в процессе управления. Разность вектора целей управления и вектора текущего состояния образует вектор ошибки управления. Если соотноситься с этой формулой, то задача управления – это обнуление вектора ошибки, равное достижение целей. То есть вектор текущего состояния спустя какое-то время в результате процесса управления должен принять значение, равное вектору целей управления. Вот я не ответил еще на один вопрос. Доту написано с позиции триединства материи информации и меры, либо доту написано с позиции яцентричного набора предельных обобщений пространства, время, как вместилища, вещества и духа. Либо пространство и время, как вместилища материи в различных ее агрегатных состояний. Правильное восприятие достаточно общей теории управления требует владения системой триединства материи информации и меры. Потому что термины пространства и время в доту и в приложениях доту употребляются. Понимать их надо как производные от триединства материи информации и меры. Время соотнесения процесса с неким эталонным периодическим процессом, пространство в зависимости от макро- и микроуровня, тоже соотнесение материальных объектов. Еще раз повторю, что вакуум с точки зрения достаточно общей теории управления, философии, концепции общественной безопасности это не пустота, не ничто, а это одно из агрегатных состояний материи. Поэтому и пространство воспринимается как атрибут материи, который обладает своей спецификой на уровне макро-мира и микро-мира. И там, и там должны быть свои эталоны единиц пространства. Вот. Ну, а тогда возникает вопрос о том, что такое концепция управления. Как она связана с этим соотношением трех векторов. Концепция управления – это описание, модель, если хотите. Процесса обнуления вектора ошибки управления. Ну, на этом, в общем-то, весь абстракционизм, связанный с концепцией управления, кончается. Потому что, когда дело доходит до формирования той или иной концепции управления – это всегда конкретика. Конкретика той предметной области, к которой принадлежит частный процесс управления. И конкретика взаимодействия этого частного процесса управления с окружающей средой. и завершения его достижением целей, которые являются какими-то фрагментами в объемлющих процессах, которые должны быть устойчивы и должны сохранять свою привлекательность на момент их достижения. Так оно случилось исторически, что достаточно общая теория управления появилась раньше, чем описание того, как психика человека порождает модели управления, как организует процессы управления, и как порождает концепции управления. И вообще, раньше того, как появились достаточно в концепции общественной безопасности описание всевозможных гносиологических проблем, то есть проблем познания и творчества, как психика человека работает вне логики, потому что познание и творчество – это всегда уникальные процессы, потому что познающий субъект, творящий субъект, он уникален. Это его личностный акт творчества не подражает. И, во-вторых, если речь заходит о решении какой-то новой или старой проблемы, в результате чего появляется что-то, обладающее значимостью не только для индивида, но и для общества в целом, что становится с течением времени достоянием культуры этого общества, то в большинстве случаев такое познание тоже уникально, в том смысле, что его повторение оно не приносит в жизни общества ничего качественного нового, хотя может быть полезно для личностного развития тех или иных людей. Ну, это вот как теорема Пифагора. Пифагор доказал ее давным-давно тому назад, и это стало определенным культурным достоянием. Когда мы доказываем теорему Пифагора на уроках математики в школе, это не вносит ничего нового в культуру общества, но это необходимо для нашего личностного развития, для развития нашей личностной культуры, интеллектуальной деятельности. Поэтому получается так, что в концепции общественной безопасности методология познания и творчества это взаимно и достаточно общая теория управления, это две стороны одной медали. Потому что если вы занимаетесь освоением дотом, то сталкиваясь со всей проблематикой целеполагания, решение задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости поведения, формирование концепции управления, то вы должны обладать определенной познавательно-творческой культурой. И в этом отношении стремление понять, что такое полная функция управления, как она реализуется в конкретике жизни, это стимул к тому, чтобы вы осваивали свой познавательно-творческий потенциал. А с другой стороны, если вы вдаетесь в рассмотрение вопросов, как психика человека вообще, и ваша личностная психика работает в процессе познания и творчества, то делается это не просто любопытство ради праздного, а делается это для того, чтобы вы могли в жизни ставить и решать управленческие задачи разного масштаба, в зависимости от того, кто до чего дозрел. Это могут быть задачи мелкобытового уровня, а могут быть и глобальные задачи общечеловеческой значимости, общецивилизационного развития. Но, тем не менее, эти вещи взаимно связаны. Поэтому, хотя вот в достаточно общей теории управления при предъявлении полной функции управления цели-полагания, построения концепции и решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости представлены как самостоятельные звенья, тем не менее, как я уже сказал, такое разграничение искусственное, и оно необходимо только для того, чтобы понять, что делается в процессе построения концепции управления. И вот эти три вопроса – построение вектора цели управления, интеграция в общий вектор целей, вновь поставленных целей, формирование концепции управления через решение задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта управления, это взаимно связанные неразрывно в практике жизнезадачи, потому что вы можете задать любые цели, но если вы не в состоянии построить концепцию достижений, они останутся несбыточными. Если, строя концепцию достижения целей, вы не в состоянии решить задачу об устойчивости в смысле предсказуемости, то концепция будет просто графоманс. Если вы занимаетесь решением задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости, то решение этой задачи открывает перед вами как возможности целей полагания, так и возможности построения концепций, причем я подчеркиваю множество концепций, достижения избранных вами целей. Что здесь важно? Важно то, что остается в умолчании, потому что достаточно общая теория управления сама по себе это просто абстракция, которая накрывает все управленческие задачи, какие у нас по крайней мере хватило фантазии представить. Поэтому если кто-то может представить другие управленческие задачи, то он породит еще более общую теорию управления, чем ДОТа. Кроме того, ДОТа связана с вопросом о типологии культуры и вопросом о свободе, потому что, если так вот смотреть на жизнь, то в обществе есть несколько уровней несвободы. Первый – минимальный образовательный уровень, достаточный для вхождения в наиболее массовые профессии. Оплата труда по минимуму, работа по максимуму, в ряде случаев на нескольких работах для того, чтобы прокормить себя, семью, создать какое-то минимально допустимое качество жизни. Свободного времени нет, и социальная система не предполагает наличие такого времени. И в этом смысле событие после 1985 года – это откат от того, что было в советские времена, когда, в общем-то, все имели свободное время, которое позволяло им либо личностно развиваться, либо деградировать. Культура была индифферентна по отношению к вопросу о том, что избирает человек – личностное развитие или деградацию в свободное от обязательной работы время. Второй уровень несвободы, и он связан с престижными профессиями. Престижные профессии в прошлом, на протяжении всей истории, они требовали образовательного уровня, более высокого, чем уровень, необходимый для работы в массовых профессиях. Оплата труда была более высокой, на порядке, подчас более высокой, а необходимое рабочее время для того, чтобы получать такие доходы, оно не требовало работы от зари до зари. Хотя, конечно, во всех отраслях деятельности есть фанатики, которые могут работать от зари до зари, потому что смысл жизни их именно в этой работе. Вот так вот они сложили свою жизнь. появляется свободное время, появляются свободные финансовые ресурсы для того, чтобы тратить в это свободное время. Когда наступает несвобода? А несвобода наступает тогда, когда в силу общественного развития знания и профессиональные навыки, которые обеспечивали прежний статус, перестали быть актуальными и востребованными в общественном объединении труда. Примерно вот такое произошло в 50-е годы. Мы были, допустим, выдающимся специалистом в области проектирования паровозов. И наступил такой момент, когда все, эпоха паровозов завершилась, стали массово внедряться тепловозы, электровозы. И если вы не смогли переквалифицироваться быстро в область проектирования локомотивов иных принципов, то ваши знания стали никчемными. И, соответственно, из сферы престижных профессий вы скатываетесь в сферу массовых профессий. Для того, чтобы не скатиться в эту сферу, вы должны обладать познавательно-творческой культурой, которая вам еще в эпоху паровозов позволит выработать знания и навыки, которые позволяют проектировать тепловозы и электровозы по своим технико-экономическим показателям, превосходящие новые перспективные паровозы. Тогда вы становитесь могильщиком эпохи паровозов и основоположником эпохи локомотивов на иных принципах. В этом случае вы не утрачиваете социального статуса, сохраняете свободу, но здесь встает тоже вопрос на этом уровне свобода когда прекращается. Вот с точки зрения атеистического сознания она здесь никогда не прекращается, ну, за исключением того, что чем-то ваш творческий потенциал может быть ограничен вашей интеллектуальной мощью, осведомленностью о чем-либо, а вот с точки зрения религиозного миропонимания ваша свобода ограничена тем, что занимаясь познанием и творчеством вы не должны нарушать определенных нравственных этических принципов. Вы не должны порождать препятствия личностному развитию других людей и тем более паразитировать на жизни общества и других людей, на жизни природы. если вы реализуя свой познавательно-творческий потенциал вступаете на этот путь, то вы обязательно столкнетесь с тем, что природа в целом, в космос в целом, жизнь в целом оказывает какое-то сдерживающее воздействие на вас. и это сдерживающее воздействие может выражаться в падении здоровья, в статистике несчастных случаев, в статистике невезения и как максимум в том, что вы покинете этот мир гораздо раньше, чем исчерпаете биологический ресурс организма. Да, по отношению к вашим родственникам это будет трагедия и печально, когда в цвете лет уходит близкий человек. Но, тем не менее, если такое происходит, вы виноваты в этом сами, потому что вы стремились не туда и не так. Делали то, чего не должно было делать, реализуя свой творческий потенциал в попытке самоутверждения или исходя из каких-то других соображений. И, соответственно, поскольку достаточно общая теория управления описывает частные процессы управления, говорит об организации управления ими, то всегда первый вопрос при построении концепции управления частным процессом это вопрос о том, есть ли место этому процессу в русле промысла. если есть место, то да, вы имеете право заниматься этим управлением. Если нет места, то нет. Вы должны остановить свои творческие усилия, переориентировать их на что-то другое. Но в истории такого рода случаи были, потому что известно, что в прошлом некоторые ученые уничтожали свое письменное наследие, исходя из того, что они понимали, что нравственно-этически человечество не доросло для того, чтобы пользоваться этими результатами. Известно другие случаи, когда люди занимались самоутверждением и трагическое истечение обстоятельств пресекало их усилия. Поэтому формирование концепции – это всегда познавательно-творческий процесс. Если говорить о том, что происходит в процессе формирования концепции, то прежде всего вы опираетесь на то мировоззрение, которое у вас уже сложилось к этому моменту. Мировоззрение может быть нескольких типов. Главная задача мировоззрения – это моделирование течения событий в жизни в темпе упреждающим, опережающим реальное течение событий. Моделирование много вариантов, поскольку оно протекает опережающими темпами, оно позволяет вам из многих вариантов выбрать один или несколько взаимовложенных вариантов, которые вы положите в основу концепции управления. Здесь встает вопрос именно о том, какое из мировоззрений лучше справляется с задачей моделирования. Первый вариант – это калейдоскопическое мировоззрение, где человек знает множество фактов, имеет множество образов, но все это не связано в его системе миропонимания, мировоззрения во внутренней картине друг с другом. Все работает по принципу «в огороде Бузина, а в Киеве дядька». Как зовут дядьку? Дядьку зовут Василь, а почему Василя? Потому что Василь бабетитка. Калейдоскопическое мировоззрение не позволяет моделировать процессы должным образом. поскольку модель мира, картина мира меняется под воздействием внешних обстоятельств неоднократно на протяжении дня даже, не то что нескольких лет. Альтернативой калейдоскопу является мозаичное мировоззрение. Мозаичное мировоззрение, оно характеризуется тем, что все его элементы некоторым образом определенным в каждом конкретном случае связаны друг с другом. Мозаичное мировоззрение необходимо для того, чтобы мыслить причинно-следственно, то есть мыслить процессами, в которых есть причины внутренние и внешние, все причины порождают какие-то следствия. Спектр следствий, порожденные причинами первого в очередности хронологической или алгоритмической порядка, порождают следствия первого порядка, которые в свою очередь являются причинами для следствия второго и более дальних порядков. Мозаичные мировоззрения они тоже могут быть разных типов. Первый вариант это яцентричное мировоззрение. Оно складывается естественным образом в процессе развития человека от младенчества до взрослости. Обратите внимание, что ребенок маленький даже вступая в речевой период некоторое время говорит о себе в третьем лице. Но объяснения этому разные бывают и взаимоисключающие. Одно из объяснений, что ребенок просто недоразвит и не владеет языком в должной мере и не понимает, что о себе надо говорить я, а не ребенок хочет или ребенок пошел куда-то. Второе объяснение состоит в том, что говорит не ребенок как тело, а говорит душа, которая еще не отождествила свое бытие с бытием тела. И поэтому она говорит о теле в третьем лице, не отождествляя себя с ним. И только когда ребенок душа отождествляет себя с телом и начинает говорить о себе в первом лице. Но при этом в большинстве случаев люди теряют вообще или на некоторое время ощущение сопричастности с вечностью. И они воспринимают мир через систему органов чувств, связанных с телом. ну поскольку тело локализовано в пространстве и во времени, то формируется яцентричная картина мира. Яцентричная картина мира, она обладает тем пороком, что она очень ограничена. И когда мы достигаем пределов мировосприятия системы органов чувств, то дальше мы заполняем картину мира тем, что нам сообщают другие люди или памятники культуры. И тут встает вопрос о достоверности того, чем мы заполняем эту картину мира. Ну если в культуре присутствует изрядное количество фантазий, то в конечном итоге можно прийти к тому, что земля плоский диск лежит на спине трех слонов, которые стоят на спине черепахи и так далее и тому подобное. Но яцентричная картина мира, она подтверждается практически только в пределах того, что воспринимает системные чувства органов человека. Если кто-то развил духовные органы чувств, то он воспринимает больше дальновиденья, дальнеслышанья и так далее и тому подобное. Но характер все равно остается яцентричный, яцентр мира, я смотрю на мир с позицией своди колоколь. Если вы перемещаетесь в пространстве, течет время, то видение мира с позицией вашей колокольни в общем-то может меняться. Да, действительно мир изменяется и изменение мира находит свое выражение в мировоззрении и миропонимании. Но в мире остаются постоянные составляющие, которые характеризуют мир как в общем-то стабильную систему, которая в определенных границах неизменна. Либо даже если изменчива, она не перестает быть самим собой. а диоцентричное миропонимание, оно и мировоззрение, оно вот уничтожает эту неизменную составляющую. И мир каждый раз видится иным. И если процессы, которые вы собираетесь взять под управление, таковы, что затрагивают вот эту сущностную составляющую мира, в котором мы живем, и она всякий раз меняется, то вы обречены на неспособность управлять такими процессами. Когда человек сталкивается с этим и относится к этому осмысленно, то он оказывается перед вопросом, «А как свою ограниченность привести в лад с неограниченностью мира и вседержительности?» И ответ на этот вопрос состоит в том, что надо перейти осмысленно волевым порядком яцентричного мировоззрения, мозаичного, к богоначальному мировоззрению, тоже мозаичному. В этом варианте картина мира строится в следующем порядке. Бог – тварное мироздание, в котором предельными обобщениями являются компоненты триединства материи информации мира. И далее по мере детализации вы приходите к себе любимому и той проблематике, с которой вы имеете дело в силу сложившихся обстоятельств или в силу того, что вы осмысленно, осознанно, волевым порядком избрали свою долю в промысле и принимаете на себя некоторую долю наместничества Божьего в жизни на Земле. Вот богоначальное мировоззрение мозаичное на основе компонента триединства материи информации мира, оно более устойчиво, оно лучше защищено от ошибок, оно позволяет вам определить границы вашей компетенции и дееспособности и позволяет лучше моделировать течение событий и соответственно оно является наилучшей основой для того, чтобы решать задачу об устойчивости объекта в смысле предсказуемости поведения и решив эту задачу заниматься вопросами цели полагания и построения концепции управления теми процессами, которые вы собираетесь решить. дальше понимаете получается так, что мировоззрение это в общем-то компонента бессознательных уровней нашей психики, потому что вне трансовых состояний мы не можем осознать все то, что есть на бессознательных уровнях нашей психики, что мы условно называем картиной мира, моделью мира, с которой мы соотносим поток информации, которую приносят нам органы чувств. На уровне сознания мы в большинстве случаев мыслим не образами, оторванными от лексики, а мы мыслим прежде всего лексическими конструкциями, языковыми. И для того, чтобы все протекало правильно, то языковые конструкции мы должны соотносить с определенными образами, мелодиями, компонентами мировоззрения, которые само по себе свободны от лексики того или иного языка, созданного или поддерживаемого культуры. мировоззрения. Ну и набор лексики в каждом языке ограничен, будь то общий язык, будь то язык специфические науки или математика рассматриваемая как язык, описывающий мир. и соответственно тому, что лексика ограничена, то бесконечный в его разнообразии мир, жизнь его, мы отображаем в конечную систему понятий, свойственные в нашей психике. Конечная система понятий развивается нами либо бессознательно, либо осмысленным волевым порядком, когда мы что-то изучаем. И в процессе развития системы миропонимания увеличивается количество понятий за счет их детализации и за счет расширения круга понятий, а также перестраиваются, уточняются и размножаются взаимосвязи между теми понятиями, которые присутствуют в нашей психике. По существу это процесс выявления неопределенности и их созидательного разрешения. ну а что такое неопределенности? Ну неопределенности это нечто, что маркируется вопросом, а что это такое? Вот если в нашем поле зрения, внутреннем поле зрения, в нашем мировоззрении появляется вопрос, что это такое, и это в большинстве случаев новая информация, то это прямой результат того, что нам это нечто новое, дано в развлечении. Развлечение это предоставление информации индивиду новой информации в темпе развития ситуации. Коран говорит прямо, что развлечение дается Всевышним непосредственно человеку каждому, соответственно его нравственности и соответственно задачам личностного развития человека. только после этого начинается интеллектуальная деятельность, в результате которой данные в развлечении от этого нечто маркируемое вопросом, что это такое и как это связано со всем остальным, интегрируется в наше мировоззрение и миропонимание, если процесс интеллектуальной деятельности происходит успешно и доходит до конца. И здесь мы оказываемся перед очень большой культурологической неприятностью. Потому что если вы обратитесь к учебникам философии, то вы узнаете, что диалектика это что-то. если вы обратитесь к словарям толковым, а не к учебникам философии, то в статье Сократ диалектика характеризуется как искусство постижения истины путем постановки наводящих вопросов. в силу того, что мы мыслим на уровне сознания в большинстве случаев лексически, наводящие вопросы выражаются в лексике, то диалектика это естественный генетически запрограммированный способ познания и творчества человека в мире. Если говорить о познании и творчестве, то всякий познавательно-творческий акт он уникален и в силу своей уникальности он не алгоритмизуем, он не может быть формализован в некую последовательность или ветвящуюся последовательность делай раз, делай два, делай три, дальше точка ветвления в зависимости от чего-то либо направо либо налево результат получен вы молодец, все. Но учебники философии предлагают нам законы диалектики в разных формулировках. Законы диалектики в общих формулировках разные философские школы начинают трактовать по-разному. И в результате получается так, что формулировки законов диалектики фактически подменяют диалектику как искусство выявления неопределенностей их разрешения некой логикой познания. Логика всегда ограничена. Формулировки законов подрезают то, что не вписывается в них, но что является объективной данностью в мире, в котором мы живем. Это касается и законов диалектики, предлагаемых учебниками философии. Это касается и формулировок объективных закономерностей, которые предлагают прикладные науки. термодинамики. Например, одна из формулировок второго начала термодинамики «Вечный двигатель второго рода невозможен». Вечный двигатель второго рода это гипотетическое устройство, которое черпает тепловую энергию из источника тепла из какого-то другого источника до полного его исчерпания. Но еще в XIX веке Максвелл, а потом Циолковский дважды рассматривали задачу «Столб газа в гравитационном поле». И пришли к выводу, что при отсутствии перемешивания слоев нижние слои будут разогреты, а верхние слои будут обладать более низкой температурой. И этот вывод, который никем не опровергнут, противоречит второму началу термодинамики в этой самой формулировке. То есть вечный двигатель второго рода некоторым образом технически возможен. Если он некоторым образом технически возможен, то запрет патентным ведомствам принимать к рассмотрению проекта вечных двигателей он неправомерен. если кто-то реализует процессы, которые идут в обход второго начала термодинамики в известной его формулировке, то это открывает возможности к построению экологически чистой энергетики. не абсолютно чистой, поскольку энергетическое загрязнение среды тоже имеет место. Но по крайней мере чистой энергетики в том смысле, что она не будет загрязнять среду обитания продуктами распада энергоносителей. Это уже великое благо. Но тем не менее формулировки они есть и они ограничены. Поэтому когда речь заходит о познавательно творческой культуре и диалектике как искусстве познания истинной путем постановки наводящих вопросов, то надо помнить буддистский афоризм. Если не думать словами, то можно очень многое понять. И это в общем-то главный ключ для того, чтобы строить концепцию управления и входить в процессы управления уже существующие и организовывать новые процессы управления. На этом на сегодня все. Всего доброго. Еще раз вопросы в комментарии к видео после того, как оно будет залито на канал сфера и на ютуб. И по возможности в вопросах не пишите философские трактаты, потому что их надо читать для того, чтобы было понятно слушать. Излагайте вопросы по возможности кратко, соотносясь с тем, что вас действительно интересует. Спасибо за внимание. Всего доброго.